Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пятое июля. Житие преподобного Отца нашего Афанасия Афонского. Преподобный Афанасия, достойного бессмертных похвал, к смертной человеческой жизни произвел город Трапезунт. В обучении книгам его возрастила Византия, Константинополь. А обитель Кеменская и гора Афонская принесли его как плод угодный Богу. Родители Афанасия были люди благородные и благочестивые. Его отец происходил из Антиохии, а мать из Колхиды. Проживали же они в Трапезунте. Отец Афанасии умер еще до появления последнего на свет, а мать, родившая Афанасия и возродившая его святым крещением, отошла к Богу вслед за мужем. Отроку во святом крещении дано было имя Аврамия. Ребенка уже в пеленах по смерти родителей, оставшегося круглой сиротою, взяла на воспитание одна благородная черноризица. Еще в отроческом возрасте Аврамия проявились признаки, предуказывавшие на образ его жизни в будущем, когда он станет совершеннолетним. Малым ребенком он вел себя наподобие разумного и добронравного мужа, так что даже когда у него происходили со сверстниками игры, то дети не назначали Аврамия царем или воеводой, но игуменом. И действительно, уже с детства он привыкал к кинофеской жизни, видя воспитывавшую его черноризицу, непрестанно пребывающую в молитвах и посте. И он, насколько возможно для отрока, старался подражать ей, постясь и совершая молитвы. Больше своих сверстников преуспевал он, и проходя начальную по тому времени школу. Так, возрастая телом и разумом, Аврамий вышел из отроческого возраста, в то время скончалась черноризица, заменявшая ему мать. Вторично осиротевший отрок Аврамий оплакал ее кончину, как кончину действительной матери своей. Затем он пожелал побывать в Византии для приобретения дальнейшего образования. Бог, заботящийся о сиротах, следующим образом привел в исполнение его желания. В то время в Греции царствовал благочестивый император Роман. Это Роман II, 957-963 годы царствовал. Им был послан страпезун для собирания торговых податей один из дворцовых евнухов. Пояснение. Евнухами назывались в древности лица, которые служили при царских дворцах в качестве хранителей сокровищ, царской казны, и в особенности в качестве стражи приопочивальных царя, цариц и царевин. По большей части евнухи были с копцами. При византийском дворе должность евнуха была весьма почетна. Последний, познакомившись с благовидным и разумным отроком Авраамием, взял его с собой в Византию и здесь поручил одному выдающемуся учителю по имени Афанасию заботу о его философском образовании. Ученик в скором времени по познаниям сравнялся с учителем. В те годы в Византии проживал один воевода по имени Зефиназер, который сосватал родственницу Авраамия, своему сыну. Познакомившись с Авраамием, он взял его в свой дом. Юноша Авраамий, хотя и пребывал в богатом всем изобилующем доме, тем не менее не оставлял постнического воздержания, к которому привык у воспитывавшей его черноризицы. Избегая удовольствия от брашен, Авраамий не соглашался есть за трапезой воеводы, но удовлетворял свой голод, и то по необходимости, неваренным зельем и овощами. Он всегда старался быть бодрым, поэтому, желая победить естественный сон и уничтожить дремоту, он наполнял лохань водою, в которую и погружал свое лицо. Всячески изнуряя себя, Авраамий умершлял свою плоть и порабощал ее духу. За такую добродетельную жизнь, а также и за выдающийся разум, Авраамий был любим всеми и стал известен людям и даже самому императору. Последним Авраамий назначен был учителем в государственном училище, на одинаковых правах с бывшим наставником его Афанасием. А так как преподавание Авраамия больше нравилось, чем Афанасия, отчего к нему собиралось больше учеников, чем к Афанасию, то последний, завидуя своему ученику, начал ненавидеть его. Узнавший об этом, блаженный Авраамий в скором времени оставил учительскую должность, не желая опечаливать своего учителя. Он проживал в доме вышеозначенного воеводы, предаваясь своим обычным подвигам. И когда от императора последовал воеводе приказ отправиться по требованиям государственной необходимости в Эгейское море или архипелаг, то, удаляясь в плавание по приказанию царя, воевода, сильно любивший Авраамия, взял и его с собой. Они доплыли до Авида, а отсюда достигли Лемения. Здесь Авраамий, заметивший Афонскую гору, весьма полюбил ее и помышлял о том, чтобы поселиться на ней. Когда они, исполнив поручение императора, вернулись домой, то по божественному усмотрению в Константинополь и из находящегося близ Афона Кеменского монастыря прибыл преподобный Михаил по прозванию Малиин. Когда Авраамий, слышавший о богоугодной жизни преподобного отца, узнал об этом, тот чрезвычайно обрадовался и отправился к нему. Он получил высокое наслаждение от беседы со старцем. И после его боговдохновенных наставлений Авраамия охватила еще более горячее желание отвергнуться мира, чтобы служить Богу в иноческом чине. Он открыл свое намерение и желание преподобному Михаилу, сообщив при этом о себе, откуда он, кто его родители, какое он получил воспитание и почему он проживает в доме военачальника, прозирая, что Авраамий явится сосудом Святого Духа. Преподобный весьма полюбил его и долго поучал о спасении, сея в его сердце, как на удобренной почве семена словес Божиих, дабы он принес вторичный плод добродетелей. В то время, как они вели духовную беседу, пришел навестить преподобного Михаила его племянник Никифор, военачальник Востока, который впоследствии был греческим императором. С 963-969 годы. Во время беседы со своим преподобным дядей он заметил юношу Авраамия и спросил о нем старца, кто он такой. Святой сообщил ему все, касающееся Авраамии, а равно и о том, что последний желает быть иноком. С этого времени Авраамий стал известен Никифору. Спустя несколько дней преподобный Михаил возвратился из Константинополя в свою обитель. Авраамий же был не в состоянии оставаться более среди житейской суеты, но, презирая все мирское, увлекаемый стремлением к киношеству и любовью к преподобному, поспешно отправился к нему. Дойдя до Кименской обители, он упал в ноги святому старцу Михаилу, со слезами умоляя облечь его вынофельский образ и тем присоединить к избранному стаду словесных овец христовых. Преподобный Михаил приветливо встретил Авраамия, не откладывая исполнение его просьбы и не посылая его в разряд испытуемых, преподобный Михаил немедленно постриг Авраамия с именем Афанасия, как уже опытного подвижника, ибо он замечал в нем горячую любовь к Богу. Хотя в той обители и не существовало обычаи одеваться иноком после пострижения во властеницу, блаженный Михаил облег, однако, ею Афанасия, как бы вооружая доблестного воина Христова в броню против супостатов. Афанасий умолял святого старца положить на него послушание, во всю неделю вкушать пищу только однажды. Но премудрый наставник, отсекая волю своего ученика, приказал ему принимать пищу на третий день. Афанасий с усердием проходил все назначавшееся ему все монастырские и церковные послушания, пребывая неутомимым и в иноческих подвигах. Свободное же от монастырских работ время он посвящал по приказанию своего духовного отца на переписку священных книг. За такое подвижничество Афанасия любила все братья. Так в течение четырех лет он показал себя совершенным в иноческой жизни. Затем преподобный отец повелел ему проводить жизнь в безмолвии, в теле, находившейся в пустыне и отстоявшей от обители на одно поприще. Это расстояние равнявшееся приблизительно 690 сажений. При этом старец дал ему следующую заповедь относительно поста. Не на третий день вкушать пищу, когда сели он имел обыкновение, но на второй. Есть сухой хлеб и пить немного воды. Во все же господские богородичные праздники и во дни воскресные он повелел ему, начиная с вечера и до третьего часа дня, пребывать без сна в молитвах и словословии Божьем. По прошествии некоторого времени вышеупомянутый военачальник Востока Никифор, премянник преподобного Михаила, исполняя царскую службу и, проходя мимо обители, зашел к своему преподобному дяде Михаилу. Во время беседы с ним он вспомнил об Аврами и спросил, «Отче, где находится отрок Аврами, которого я видел у тебя в царствующем граде?» «Он молит Бога о спасении вашем», отвечал старец. «В настоящее время он уже монах и переименован из Аврамия Афанасием». Случилось, что с Никифором находился брат его, Патриций Лев. Они оба, выслушавшие о добродетельной жизни Афанасия, просили позволения увидеться с ним. И так как старец не противился этому, то они отправились к месту Афанасиева безмолвия. Встретивший их, Афанасий вел с ними беседы, исполненные духовной премудрости, ибо уста его были насыщены благодатью Духа Святого. Он так, они так усладились с его речами, что выразили желание навсегда остаться с ним, если бы только им было возможно освободиться от своих должностей и мирских забот. Возвратившись затем к преподобному Михаилу, они сказали ему, «Благодарим тебя, отче, за то, что ты показал нам сокровище, которое ты имеешь утаенным на поле твоей паствы». Между тем старец, призвавший Афанасия, приказал ему снова предложить пришедшим мучительное слово о спасении души. И устами Святого действовала благодать Господня так, что слушающие речи его умилялись, сокрушались сердцем и плакали. Да и сам старец изумлялся благодати по учению, исходящей из уст Афанасиевых. С этого времени военачальник Никифор и Патриций Лев весьма полюбили блаженного Афанасия. И, уединившись с ним, Никифор открыл ему свое намерение, говоря, «Отче, я желаю устраниться от мирской бури и, избегнувши житейских забот, служить Богу в иношеском безмолвии. Это желание и намерение окреплю меня главным образом под влиянием твоих Богов вдохновенных речей, и я питаю надежды с помощью твоих святых молитв получить желаемое». Блаженно Афанасий отвечал ему на это, «Господин, на Бога возложи твою надежду, и он устроит относительно тебя, как пожелаешь». Таким образом, после продолжительных бесед Никифор и Лев с большой пользой для своих душ возвратились в свой путь. Преподобный Михаил имел намерение поставить Афанасия после себя игуменом, ибо сам он был уже стар, составился и приближался к кончине. Узнавши об этом, Афанасий, хотя и не желал расстаться с любезным отцом своим, тем не менее убежал оттуда, боясь бремени, начальствования и считая себя недостойным пастырского сана. Он странствовал по Афонской горе, посещая пустынных отцов, и примером их добродетельной жизни возбуждался к высшим подвигам. Найдя в растельных скал несколько братьев, проживавших неподалеко друг от друга, он поселился среди них и стал подражать их суровому образу жизни. У них не было никакой заботы о теле, не было ни крова, ни пищи, ни имущества, но ради Бога они охотно и с радостью переносили и мороз, и жар, и голод. Последний они удовлетворяли дикими овощами, произраставшими в той пустыне, и то немного вкушая их в положенный час. В то время скончался преподобный Михаил Малевин. Узнавши о его кончине, Афанасий плакал о нем, как сын об отце. Он узнал также и о том, что военачальник Никифор с братом Патрицием Львом снова должны будут проходить мимо того места, и побоялся, чтобы они опять не стали разыскивать его. Поэтому он покинул пустынников, ибо они были известны прочие братья, и их часто посещали. Опасаясь, что его узнают приходящие к ним, Афанасий отправился в дальнюю обитель, прозывавшуюся по-гречески Тузига. Найдя здесь некоего старца, в безмолвии жительствующего вне обители, он просил последнего принять его, а чтобы не быть опознанным по имени, он переименовал себя вместо Афанасия Варнавою. Между тем старец расспрашивал ее, говоря, «Кто ты, брат, откуда и по какой причине пришел сюда?» «Я был корабельщик», — отвечал Афанасий, «и, попавши в беду, дал обещание Богу отвергнуться мира и сокрушаться о грехах моих. По этой причине я облегся во святой и иноческий образ, и наставляемый Богом пришел сюда к твоей святости, желая пребывать с тобой и получать от тебя руководство на пути спасения. Имя же мое Варнава». Поверивший рассказу Афанасия, старец принял его, и остальное время Варнава проживал со старцем, во всем повинуясь ему как отцу. По прошествии же некоторого времени он сказал старцу, «Отче, начни обучать меня грамоте, чтобы я мог хотя немного уметь читать псалтырь. Когда я жил в миру, я ничего другого не знал, кроме плавания на корабле». Блаженный Афанасий затем притворялся неграмотным, чтобы не быть узнанным и опознанным теми, кто стал бы искать его. Тогда старец написал для него азбуку и учил его, как никогда не учившегося простеца. Варнав между тем притворялся, будто не может понять и уразуметь азбуки. Так он поступал в течение долгого времени, и старец печалился за него, а иногда, разобидевшись, с гневом прогонял его от себя. Названный же Варнава смиренно говорил, «Отче, не отгоняй меня неразумного и дурного, но, Бога ради, потерпи и помоги мне твоими молитвами, да подаст мне Господь разумение». После сего ученик как бы понемногу стал уразумевать письменные слоги и терял надежду в старца относительно усвоения в будущем книжного знания. В то время знаменитейший восточный военачальник Никифор, узнавший, что Афанасий убежал из Кименского монастыря, был весьма печален и размышлял, как бы найти его. Он писал к судье Солунскому, чтобы тот, дойдя до Афонской горы, точно разузнал об Афанасии. Прочитавший письмо, судья немедленно с поспешностью отправился во Святую гору и призвавший Прота, начальника над всеми игуменами Афонских монастырей, расспрашивал его об иноке Афанасии, описывая ему признаки его лица и возраста и книжное искусство, как сообщил ему Никифор. Прот с уверенностью утверждал, «Такой муж, какого вы ищете, не проходил, не приходил на эту гору. А впрочем, добавил он, точно всего я не знаю. В скором времени у нас соберется собор, на котором должны присутствовать проживающие на этой горе. И вот, если отыскиваемый вами инок находится где-нибудь на этой горе, то он, конечно, явится в числе других на собор. И в то время мы узнаем его». Судья вернулся в Солунь. Тогда на Афоне существовало обычай, чтобы братья трижды в год собирались в так называемой Корейской лавре. Три нарочитых праздника – Рождество Христово, Пасхи и Успение Пресвятой Богородицы. Собираясь в это время, иноки праздновали вместе, причащались с божественных тайн тела и крови Христовых и вкушая общую трапезу. Когда наступил праздник Рождества Христово и собрались из монастырей и пустынно-жительных телей отцы и братья, появился и тот старый случитель, назвавшегося Варнавой, со своим учеником. Прот пристально всматривался в братья, отыскивая в числе ее такого инока, который бы подходил к признакам, описанным Никифором. Заметивши такого, он спросил его имя. И так как услыхал, что его зовут Варнавою, то усомнился, отыскиваемому иноку было имя Афанасий. Но, впрочем, Прот решил определить личность инока по его книжному искусству. И вот, когда наступило время чтения и была предложена книга, Прот приказал именовавшемуся Варнавою иноку прочесть перед собором установленное чтение. Но Варнава отказывался, утверждая, что он несведущий и неграмотный. Старец же его, замечая это, улыбнулся и, тихо засмеявшись, сказал приказывающему, Ава, по-гречески, отец, оставь. Брат неумелый, и в настоящее время он учится лишь соединять буквы и слоги первого псалма. Но Прот настаивал на своем, приказывая читать под угрозою. Тогда блаженный Афанасий, замечая, что не может далее скрываться к тому же и вынуждаемой угрозою, Повиновался власти, установленной Богом, и стал читать, как умел, Обнаруживая звучный голос и необычайную выразительность, Так что все слушавшие удивлялись. Удивился, а вместе ужаснулся и Старец, замечая и слыша то, Чего он не ожидал, и стыдился за свое учительство, Но вместе с тем и радовался, воздавая со слезами благодарность Богу за то, Что сподобился быть учителем столь учительного мужа. Тогда Афанасий был узнан, и все относились к нему с уважением, А один из почтеннейших отцов по имени Павел, из Ксиропотамской области, Пророчески говорил братья об Афанасии, Этот, после нас пришедший на эту гору, брат, Упредил нас в добродетели и будет в пославе первейшем нас в Царстве Небесном. Он будет для многих отцом и наставником на пути спасения. Прот после этого сообщил Афанасию, что его ищут Никифор с братом своим львом. Афанасий умолял Прота не сообщать о нем, дабы ему не лишиться святой горы. Тогда и Прот, понявши, что потерять такого мужа будет лишением для Афона, Обещался не открывать его отыскивавшим. Афанасию же он приказал безмолвствовать в уединении в пустынной келье, Отстоящей от Лавры на три поприща. Пояснение Лавры с греческого означает часть города, переулок, Собственно, ряд келей, расположенных вокруг жилища настоятеля в виде переулков в городе, Обнесенные оградой или стеной. Иноки в Лаврах вели отшельнический образ жизни и подвязались каждый в свои кельи, Собираясь вместе для богослужения в первый и последний день недели. А в остальные дни сохраняли строгое безмолвие. Жизнь в Лаврах была много труднее, чем в других обителях. С глубокой древности название Лавры применяется к многолюдным и важным по своему значению монастырям. Впервые появилось оно в Египте, а потом в Палестине. В настоящее время имя Лавры употребляется у нас исключительно в смысле почетного названия. Здесь, трудясь для Бога наедине, преподобный Афанасий имел пропитание от рук своих. Он переписывал книги, так как был каллиграф и скорописец, и в течение шести дней, не оставляя притом обычного монашеского правила, переписывал всю псалтирь. За переписку книг отцы снабжали его хлебом. Когда преподобный Афанасий проживал в безмолвии, в то время вышел упомянутый лев, брат Никифора, бывший уже военачальником на Западе, возвращаясь с войны после победы над дикими скифами, одержанной с помощью Божией и причистой Богоматери, зашел на Афонскую гору воздать благодарение за победу над врагами Христу Богу и его причистой матери. После благодарственного моления лев прилежно расспрашивал в Афанасии и, узнавши об его местопребывании, отправился к нему в безмолвную келью. Увидавший Афанасия, лев сильно обрадовался, приветливо обнимая его и от радости даже плакал. Он день и ночь проводил в беседах с Афанасием, наслаждаясь его богомудрыми речами. Замечая сильную любовь военачальника к Афанасию, иноки просили последнего, чтобы он попросил льва устроить для иноков в Корейской лавре новую обширную церковь, так как старая была мала и не могла вместить все братья. Афанасий сообщил об этом военачальнику. Христолюбивый воевода немедленно с радостью дал им множество серебра и золота на постройку церкви. Простившись затем с Афанасием и прочими отцами, лев пошел своим путем в Константинополь, где и сообщил об Афанасии брату своему Никифору. С этого времени афонские отцы стали относиться с особенным уважением к Афанасию, восхваляя его. Многие стали приходить к нему и для душевной пользы. Между тем преподобный, любя безмолвие и отовсюду избегая человеческой славы, удалился из места своего поселения и обходил внутренние места горной пустыни, наставляемой Богом. Он пришел на самый край Афона, в местность, прозывавшуюся Милана, имевшую обширнейшую пустыню и далеко отстоявшую от остальных жилищ постников, устроивший на одном холме с площадкой наверху шалаш. Афанасий начал здесь подвязаться, стремясь к высшим подвигам. Первоначально коварный враг-дьявол, желая изгнать преподобного, делал это новое место поселения для него ненавистным, возбуждая в нем настойчивую, с трудом побораемую мысль удалиться. Но добрый подвижник побеждал свои сомнения таким размышлением. Перетерплю здесь весь этот год, а по окончанию года поступлю так, как Бог устроит. Когда же прошло означенное время, то в последний день года подвижникам с особенной силой овладели помыслы, влекущие его оттуда, так что он сам себе сказал, «Утром уйду и возвращусь в Корейскую Лавру». Затем он встал на молитву, совершая пение третьего часа, и внезапно появившийся свет небесный облистал его, и облако помышлений тотчас рассеялось. С чувством несказанного веселья и восторга святой изливал от переполненного божественной любовью сердца радостные слезы. С того времени преподобный Афанасий получил дар умиления и плакал, когда желал. Место же то он настолько возлюбил, насколько раньше оно было ненавистно для него, и он жил в нем, прославляя Бога. В это время военачальник Никифор был отправлен императором с войском на остров Крит, которым завладели тогда мусульмане. Не надеясь на силу греческого войска, но ища молитвенной помощи у святых отцов, Никифор послал одного из доверенных ему лиц на корабле, на Афон, написавшая ко всему собору афонских отцов просьбу о молитве их к Богу, чтобы подана была ему свыше помощь против пусульман. Он просил еще прислать к нему Афанасия, который, как он слышал от брата своего льва, проживает на Афоне. Афонские отцы совершали неленостные молитвы о нем, затем, отыскавши Афанасия в пустыне и призвавши его на собор, приказывали ему идти к военачальнику. Первоначально Афанасий совсем было не хотел идти, и едва повиновался, будучи побуждаем угрозами старцев. Вместе с ним отправили одного из уважаемых старцев, которого Афанасий почитал своим учителем, следуя за ним как ученик. Севши на корабль, они отплыли в Крит. Когда они явились к благочестивому военачальнику Никифору, то последний, лишь только увидал Афанасия, подбежал, бросился ему на шею, облобызал его и плакал от радости, почитая его, как своего духовного отца. Заметивши же, что Афанасий относится к своему спутнику-старцу как ученик к учителю, Никифор удивлялся его смирению и, оставивши свое управление внешними делами, проводил время в духовной беседе с преподобным Афанасием. Он вспоминал при этом свое давнешнее обещание отречься от мира и сделаться иноком, и умолял преподобного первоначально устроить в той пустыне, в которой он сам проживает, кельи для молчальников. Никифор давал Афанасию серебра и золото на устройство этих келей, но Афанасий, любя беспечальную и безмолвную жизнь, отказался от хлопот о кельях, не принял серебра и золото, чем весьма печалил военачальника. Пробывши вместе лишь несколько дней и насладившись взаимным лицезрением и дружелюбными беседами, они расстались. Афанасий возвратился на Афон, а военачальник отправился на войну, и по молитвам святых отцов победил мусульман и снова присоединил Крит к Греции. Вскоре затем военачальник Никифор опять отправил на Афон одного из своих приближенных по имени Мефодия, который потом был игуменом Кименской обители, с золотом к преподобному Афанасию на устройство келей. Золото постно было литр шесть, литра – это мера веса, равняющийся 72 золотникам. Блаженный Афанасий, увидавший теплую любовь к Богу Никифора и его доброе намерение, и сознавший, что оно дело Божие и изволение, принял золото и начал заботиться о стройке. Очистивши помянутое место, он прежде всего поставил келей, для безмолвия Никифору, устроил храм во имя святого Иоанна Предтечи, а потом у подножия горы возник прекраснейшую церковь во имя Пречистой Девы Богородицы. Когда приступили к постройке церквей, то завистливый враг начал ей препятствовать. У созидавших церковь людей цепенели руки и делались совсем неподвижными, так что их нельзя было приблизить к кустам. Уразумевши, что это дело бесов, преподобный горячо помолился Богу, отогнал козни Лукавого и тем освободил от оцепенения руки рабочих. Таково было начало чудес Великого Отца. Окончив церковь в святой Пресвятой Богородице, преподобный стал устраивать кругом нее кельи. Словом, созидать прекрасную обитель. Он выстроил трапезу и больницу, страноприимный дом, затем для больных и странников баню, мудро устроившие все прочие необходимые для обители здания. Затем он собрал множество братьев, дав ей в руководство строго общежительный устав, составленный по образу древнейших палестинских обителей. Для вновь собранного словесного стада преподобный Афанасий явился игуменом, который был угоден Богу и к которому благоволила Пресвятая Богородица. Ибо один из иноков видел ее посещающий, созданный преподобным обитель и церковь свою. Сподобившийся этого видения инок Матфей был подвижник, безукоризненно проходивший путь иноческой жизни и потому имевший чистые и просвещенные сердечные очи. Стоя в церковном собрании с благоговейным вниманием и страхом на утреннем пении, он узрел в Пресветлейшую Деву, вошедшую в церковь с двумя пресветлыми ангелами. Один из них шел впереди ее со свечою, а другой позади. Сама же она, обходя братьев, раздавала подарки. Братьям, поющим на клиросах, она давала по одной золотой монете, а тем, которые стояли внутри церкви, по прочим местам, давала по двенадцати цад, стоявшим же на паперке по шести. Видевший это Матфей и сам сподобился от Пречистых рук ее принять шесть цад. После этого явления Матфей пришел к преподобному отцу и упрашивал его дать ему место в числе поющих, причем он рассказал святому, что он видел. Уразумевший, что то было посещение Пречистой Девы Богородицы, преподобный отец исполнился великой духовной радости. Относительно же раздаяния братьев и золотых монет он заключил, что это были даруемые ею каждому по достоинству различные благословения, стоявшим во время пения с горячей шею молитвой и вниманием, давалось большее воздаяние, о которой менее внимали и менее получили. Зревший же то видение, потому был сравнен с меньшими, чтобы с одной стороны, будучи опечален лишением большего, рассказал о видении, а с другой для того, чтобы не возгордился равенством своим с достойнейшими, но в смиренномудрие пребывал с меньшими. Через это явление с осевидностью обнаружилось, каково было благоволение Пречистой Девы Богородицы к преподобному Афанасию и его обители. Каково же было устройство обители преподобного, каков ни был порядок, уставы и законоположение. О всем том подробно описано в отдельной книге его «Жития». На греческом языке известно пространное жизнеописание святого Афанасия. Желающий пусть там и читает. Мы же, повествуя сокращенно, собираем особенные деяния, хотя они и все необыкновенные. Преподобный Афанасий, услышавший, что военачальник Никифор по смерти царя Романа, Роман II, 957-963 г. царствовал, был поставлен царем в Греции за неоднократные победы над мусульманами, весьма опечалился, потому что ввиду его обещания быть иноком, он принял на себя заботы об обители. Добой же известно, что этот император Никифор прозывался также Фокою. Но это не тот Фока, который убил императора Маврики, и не тот Никифор, который воцарился после императрицы Ирины и был убит в войне с болгарами, но и иной Никифор Фока, позднейший по годам. Преподобный Скорбя о неисполнении Никифора Мабета предполагал оставить все и бежать. Приготовляясь к побегу, он сообщил братьям, что желает идти к императору для устройства монастырских дел. Захватившись с собой некоторых из братьев, он действительно отправился в путь. И, дойдя до Авиды, оставил при себе троих из братьев, а прочих возвратил в монастырь, говоря, «Мне достаточно с ними троими уйти в Константинополь». Когда они удалились, Афанасий написал письмо к императору, напоминая ему о его обещаниях к Богу и укоряя за суетное изменение прекраснейшего намерения и сообщая о своей скорби, именно, что из-за него он возложил на себя столько забот. В конце письма он приписал следующее. «Я не повинен перед Христом Господом в твоем обмане. Оставляю тебе новособранное Божие стадо, его ты вручи кому желаешь. Я со своей стороны думаю, что быть начальником достоин Ефимий, инок, выдающийся по жизни и учительству». Написавший так, Афанасий не сообщил своим ученикам о том, что написал, но, запечатавший письмо, выбрал одного из троих братьев и, вручив ему письмо, отправил его к императору. По прошествии же немного времени он отослал от себя в монастырь другого ученика по имени Феодота под предлогом навестить братья и поглядеть за порядком в монастыре. Сам он остался с одним учеником по имени Антонием. С ним Афанасий отправился в Кипр, где побывавший в некоторой обители, именовавшийся обителью священных, упросил игумена дозволить им жить в ближайшей к тому монастырю пустыне. Получивший просимое, он стал жить в безмолвии для Бога, приобретая себе пищу трудами рук своих, именно переписывая, как и раньше, книги. Когда же тот брат, который был отправлен с письмом в Константинополь, передал последнее в руки императору, то император, взявший его, обрадовался. Но распечатавший и прочитавший письмо, он весьма сильно опечалился, с одной стороны, по причине своей неправды перед Богом, а с другой потому, что преподобный Афанасий оставил обитель и неизвестно, куда скрылся. И брат, узнавший о содержании письма, стал плакать и рыдать, что потерял отца своего. Император немедленно отписал в обитель, чтобы начальство не над нею до времени принял Ефимий. Вместе с тем царь во все страны своих владений разослал приказ о розыске преподобного Афанасия. Это повеление императора достигло и острова Кипра и было близко к своему исполнению. Но преподобный, прознавший о том, немедленно взявший ученика, удалился на морской берег и, встретившись здесь по божественному усмотрению корабль, сел на него и при помощи попутного ветра скоро пристал к другому берегу. Преподобный старец недоумевал, в какую сторону ему обратиться. Он имел в виду направиться к святым местам Иерусалим, но путь туда был неудобен по причине мусульманского нашествия. Не желал он уклоняться и к сторонам Греции по причине поисков его со стороны императора. Таким образом, он не знал, куда держать путь. С наступлением ночи преподобный встал на молитву и спрашивая у Бога совета и наставления. И вот ему было божественное откровение и повеление, чтобы он возвратился на Афон в свою обитель, потому что его трудами она имеет быть приведена к окончательному внешнему и внутреннему завершению, причем многие через его наставления спасутся. Получивший от Бога такое откровение, преподобный сообщил его Антонию, и они немедленно спустились в путь, посушивши, возвращаясь на прежнее место. От продолжительного многодневного пути у Антония заболели и отекли ноги. Они сильно горели, и он совсем не мог идти. Тогда преподобный, собравший немного растущей кругом травы и растерши ее в горсти, приложил к ногам ученика и, обложивши древесными листьями, перевязал своей головной повязкою. А затем, взяв больного за руку, поднял его. И Антоний немедленно воззвал. «Слава тебе, Христе Боже, за то, что ты облегчил мне болезнь!» Дальше он шел, как раньше, имея ноги здоровыми. Вышел упомянутый брат Феодот, которого преподобный отец отослал навестить братью. Придя в обитель, застал в ней всех колеблющимся вследствие удаления отца и сокрушался об этом сердцем. Не перенося же потери своего отца, он отправился в Кипр, повсюду его отыскивая. Будучи в Атталии, по божественному усмотрению, он встретил его на дороге. Увидавши друг друга, они весьма обрадовались. Отец, услыхавший о смутах среди братьев в обители, изменил радость на печаль. Феодот он немедленно отпустил в Лавру, дабы он сообщил братьям о его приходе, а сам отправился для молитвы в монастырь, находившийся в Лампедии. Здесь, увидавший одного брата, потерявшего рассудок и неистовствовавшего, афанасий возложил на него руку и исцелил его. Поучившись здесь немногое время, он отправился к Афону и достиг своей обители. Братья, когда увидали его, то подумали, что видят солнце, и от радости воскликнули, «Слава тебе, Боже!» Все, подходя, целовали, кто руки, кто ноги, кто рубящий его. После этого преподобный по-прежнему снова стал всем управлять в обители на ее созидание. В течение времени явилась необходимость преподобному отцу самолично отправиться к императору с хлопотами по делам монастыря. И так он отправился и прибыл в Константинополь. Узнав об этом, император радовался и вместе с тем стыдился. Радовался так, как желал видеть преподобного. И стыдился, потому что должен был показаться ему в императорском сане. Поэтому он встретил его не как император, но как один из обыкновенных простых людей, взявший его за правую руку и облобызав ее. Он привел его в внутреннюю палату своего дворца, и, сидя наедине, они со слезами радости любезно вели взаимную беседу. «Я знаю, отче, — говорил император, — что я виновник всех твоих трудов и скорбей, презрев страх Божий, не исполнивший моего обещания. Но умоляю тебя, потерпи на мне, ожидая моего покаяния, когда Бог дарует мне возможность воздать Ему мои обещания». Между тем преподобный увещевал ее быть боголюбивым, благочестивым, негордым, милосердным, щедроподательным, и, напоминая будущее воздаяния в жизни вечной, получал его всем хорошим делам, приличествующим императору-христианину. Преподобный пробыл в Константинополе много дней, часто дружески беседуя с императором. Отпуская его, император дал монастырю все необходимое. Затем он утвердил указом, чтобы обители ежегодно давалось с острова Лимнос 244 золотника. Преподобный возвратился к братьям с щедрой царской милостью. В то время как преподобный успешно подвязался и руководил на пути спасения множеством братьей, на него восстал со всей своей силой ненавистник добра дьявол и вооружился на войну против храброго христового воина. Об этом открыто было одному из старцев, подвижников, который, придя в выступление, видел бесовский полк, подходящий к горе Афонской. В полке этом находился один начальник, как бы тысячник, страшный и грозный, показывавший большую власть. Он разделил помянутый полк, сто бесов отправил обходить всю гору и уловлять иноков, а сам с девятью стами отправился с страшной ненавистью к Афанасию Лавру. Прежде чем сообщено было это видение преподобному, его постила следующая болезнь. Когда по своему обыкновению он трудился с другими работниками на морской пристани, случайно упало ему на ноги огромное дерево и переломило суставы и голени. Так что святой лежал на одре болезни в течение трех лет. Впрочем, он и во время болезни не желал оставаться в бездействии, но писал книги «Сорок дней оканчивая потерик». И лежа он вооружался против невидимого супостата и, одерживая победу, отражал его козни. Тогда враг, не имея успеха, в Лавре отправился и возбудил старых простецов иноков, проживавших по прочим святогорским монастырям и проводивших жизнь отшельническую. Он внушал им следующие неодобрительные мысли о действиях преподобного. Затем Афанасий причиняет насилие святой горе и разоряет древние законы. Он возникло многоценные здания, устроил новые пристани, выкопал новые водоемы, накупил валов, засеял поля, развел виноградники, словом, сделал гору мирским поселком. Посоветовавшись между собой, эти старцы отправились в Константинополь к императору Иоанну, преемнику умершего Никифора, Иоанн Цимисхий, 969-976 годы. Наговаривая на Афанасия, они упрашивали императора прогнать его с Афонской горы. Император через посланного призвал к себе Афанасия, уже выздоровевшего после болезни. Увидев его и уразумев пребывающую на нем благодать Божию, император, вместо того, чтобы разгневаться на подвижника, почувствовал к нему расположение. Он весьма полюбил богодухновенного отца, оказал ему почет и осыпал его царскими благодеяниями. Он подтвердил и прежний указ, данный императором Никифором, чтобы в обитель давалась дань с острова Лимнос в размере 244 золотников и с почетом отпустил Афанасия обратно. Тогда те древние старцы-простецы, исполнившись стыда, раскаивались в своих замыслах и, приходя к преподобному, просили у него прощения. Устудился и супостать дьявол, и, сильнее воспылавший гневом, снова со своим легионом напал на лавру святого отца. Это нашествие видел честный отец старец Фома, имевший чистые душевные очи. Он после совершения молитвословий третьего часа пришел в иступление и видел все горы и холмы, деревья и хворост переполненными небольшими эфиопами, которые, сердясь и пылая вражду, и друг друга призывали к войне и битве, злобно и стюрепо восписая. «До каких пор мы будем терпеть, друзья? Почему мы не растерзаем зубами здесь поселившихся? Почему не истребим их немедленно? Да и до каких пор будем терпеть их начальника, врага нашего? Разве вы не видите, как он выгнал нас отсюда и завладел нашими местами?» Когда они так говорили, вышел из скелия преподобный Афанасий. Увидавшие его эфиопы содрогнулись и смутились. Он же, напавши на них, бил их, ранил и отгонял. Он не переставал наносить им побои, пока не отогнал всех далеко от лавры. Когда старец Фома сообщил о видении преподобному, последний немедленно встал на молитву и со слезами умолял Бога сохранить свое стадо от зубов вражеских. И поистине преподобный молитвы как бы железным жезлом побивал и прогонял невидимых зверей. Последний же, хотя и убегали, но все же понемногу возвращались снова, не переставали своими кознями возбуждать вражду. В одном иноке они поселили такую ненависть к преподобному, что он не желал даже глядеть на него, и по действию бесов в нем так возросла злоба, что он покушался даже на убийство. Приготовивши и отточивши меч, он изыскивал подходящего случая, чтобы убить преподобного отца. Как-то раз ночью, когда все спали, а преподобный пребывал в своей келье в бодрствовании на молитве, убийца подошел к келье святого отца под предлогом, будто имеет весьма нужное к нему слово. В то же время он держал под рукой обнаженный меч. Он стукнул бесстрашно в дверь, говоря, «Благослови, отче!» И голос его был голосом Якова, руки Исавовы. Преподобный же отец, будучи праведен, как Авель, не знал, что наружу стоит Каин и вызывает его для убийства. Он спрашивал из келья, «Кто ты?» и немного приотворил дверь. Убийца же, испугавшись отеческого голоса, стрепетом упал на землю. Бог, охраняющий верного своего раба, внезапным ужасом поразил убийцу. Его руки ослабли, меч упал на землю, и он сам лежал перед ногами отца, распростертым на земле, как мертвец. Видя это, преподобный удивился и ужаснулся, и поднимал лежащего с земли. Едва придя в себя последней растроганным голосом, сказал отцу, «Помилуй меня, отче, твоего заквателя! Прости мою злобу, которую я замышлял против тебя, и прости нечестие моего сердца!» Зажегши свечу и увидавши на земле меч, отточенный, как бритва, Афанасий уразумел замысел инока. Чадо сказал он, «Как на разбойника вышел ты на меня с этим мечом!» «Но перестань рыдать! Зажми рот! Спрячь эту вещь! Никому не говори о случившемся и подойди ко мне! Я облобызаю тебя! Бог же да простит тебе свое согрешение!» Таково было незлобие преподобного отца. С того времени он обнаруживал большую любовь к тому брату. Последний же, всегда вспоминая о своем грехе и наблюдая незлобие и любовь к себе отца, непрестанно рыдал и не мог утаить случившегося происшествия. Обличая свой грех и прославляя добродетель преподобного, он умер с искреннейшим раскаянием, и преподобный так плакал о нем, как ни о ком другом. Еще один брат, подобно первому, ненавидя отца, изыскивал случай истребить его из среды живущих на земле. Не зная же, как это устроить, он предался бесовским волхвованием и чарованием, причинивший отцу много смертельных волшебств и чарований. Он не имел, к своему удивлению, никакого успеха. Случайно он спросил некоего брата, «Причиняет ли человеку смерть, чародейство?» Брат отвечал, что благочестивому и по-божески живущему человеку не может причинять вреда никакое чарование или волхвование. Выслушавший это, волшебник проклинал себя в своей совести. Узнавшись, что затем, как отец простил намеревшегося убить его брата, он изумился его незлобью, умилился, пришел в страх Божий и, отправившись к отцу, упал ему в ноги и с большим рыданием исповедуя свои грехы и спрашивая прощения, которое он и получил от незлобивого отца. Таким был преподобный Афанасий относительно согрешающих перед ним. За это Бог и прославил его повсюду. В его пасту собралось множество братьев из различных стран, не только из Греции, но и из Италии, из самого Древнего Рима, из Калабрии, Амалфии, Иверии, и не из числа только простолюдинов, но из числа богатых и благородных. Даже игумены многих монастырей, бросившие свое начальство, они приходили под начальство к преподобному. Не только игумены, но и архиереи, оставляя свои кафедры и пасту, приходили к пасту святого отца и желали быть его пасомами. Из числа таковых были великие между патриархами Николай, он же и Харитон, Андрей и Хризополит, и Акакий, просиявшие в течение многих лет в постничестве, точно так же и состарившиеся в непроходимых пустынях подвижники, придя по божественному строению к отцу, водворялись в его лавре, желая назидаться примером его добродетельной жизни. Из числа последних был преподобный Никифор, подвязавшийся вместе со святым Фантином в горах Калабрии. Им было божественное видение, приказывавшее Фантину идти в Солунь, а Никифору на Афон к преподобному Афанасию, у которого он, проживши долгое время, приставился и был похоронен. По прошествии же некоторого времени, когда мощи его по случаю вынутой из земли переносились в другое место, из сухих костей проистек источник благоуханнейшего, несравнимого ни с какими ароматами мира. Таковы это святые отцы, посылаемые были Богом под управление преподобного отца Афанасия, из чего ясно познается богоугоднейшее по сравнению с другими жизнью его. Подобно тому, как от ветвей познается корень и от плодов дерева, так точно по успешным ученикам познается опытный учитель и по добрым овцам их добрый пастырь. Но уже пора, вкратце припомнивши о чудесах Афанасия, привести речь о нем к концу. Бог, прославляющий своих святых чудесами, не лишил этого великого угодника своего дара чудотворения, прежде всего скажем об его прозорливости. Однажды наступил жестокий мороз. Преподобный позвал к себе одного из послушников по имени Феодора и сказал ему, брат, взявши пищу, поспеши в Кесарийское, так именовалось на фоне одноместность. Когда, идя по направлению к морю, будешь напротив Таракаль, встретишь трех мужей, изнемогающих от мороза и голода и находящихся при смерти, один из которых инок. Подкрепи их хлебом, чтобы к ним возвратилась сила, и они согрелись, и приведи их сюда. Отправившись, Феодор нашел все действительно так, как пророчески сказал отец. И все дивились прозорливости святого. Некогда преподобному явилась необходимость по монастырским делам отплыть на корабле к острову с некоторым из братьев. По попущению же Божий невидимый враг, желая потопить отца с братью, поднял страшный ветер бурю и волнения, а прокинул корабль с Репучины, так что всех немедленно затопила вода. Но десница Божия поспешно, избавляющая от бед своего угодника, в ту же минуту привела корабль в прежнее положение, укротила бурю, и святой ощутился сидящим при корме и призывающим к себе братьев. Вода подносила их к кораблю, как бы на руках. Преподобный же отец, вытаскивая их по одному из воды, всех собрал живыми. Не находился один лишь Петр, кипрянин. Не видя его, отец взволновался сердцем и громко воззвал, «Чадо, Петр, где ты?» И вместе с восклицанием отца Петр поднимался из глубины и подносился водой к кораблю, где был и принят руками преподобного. Таким образом, сам преподобный и братья его спасены были от потопления. И злобный враг не только не порадовался, но еще более был постыжен. Блаженный отец всюду посрамлял врага, одерживая над ним победу и прогоняя его. Он изгнал беса из инакоматфея, жестоко мучимого нечистым духом. По молитвам святого прогонялись также невидимые мучители и от прочих подвергавшихся пагубными страданиями. Преподобный владел также силой исцелений и, прислуживав больным, многим оказывал чудесную помощь своими руками. Он исцелил прокаженного брата, другого, страдавшего язвой, также сделал здоровым. Третьего, имевшего раковую язву, уврачевал, сотворившего рукою на язве троекратное знамение креста. Своей молитвой он отогнал саранчу, налетевшую на остров и пожиравшую всю без исключения зелень. Однажды, когда он с братьей плыл на корабле по морю, почувствовался недостаток в питьевой воде, так что братья изнемогали от жажды. Святой Афанасий приказал подчеркнуть морской воды, благословивши ее и превратив в пресную, и ею братья и утолили жажду. Один брат по имени Герасим, обрабатывая виноградники, одну крепкую и высокую лозу, пожелал, так как он владел большой телесной силой, вытащить ее руками из земли. Пошатнувши лозу руками два и три раза, он тем не менее не смог ее вытащить, себе же повредил ужасно. У него надорвался живот, вышли внутренности, и он сильно страдал от боли. Помолитесь же и знамение Святым Крестом, со стороны преподобного отца, получил уврачевание. То же самое Герасим, приводя вас в свидетели Бога, повествовал и о следующем чуде. Когда я, говорил Герасим, проходил послушание, разрезывание хлебов, у меня явилась надобность сходить к отцу и спросить о каком-то деле. Случилось, что когда он находился один на молитве в храме святых апостолов, я пошел к храму и, посмотревши в окно, увидал, что преподобный отец молился, молился, причем лицо его было как пламень огненный. Я ужаснулся и немного отступил. Обождавши, я снова посмотрел и заметил, что лицо его окружено подобием огня. Блестит, как лицо ангела. От страха я крикнул и произнес «О, отче!» Он же, заметивши, что я испугался и понявши, отчего, запретил мне кому-либо рассказывать о виденном. Об этом Герасим сообщил братье после представления преподобного. Некий брат, будучи отправлен отцом на послушание в мирское оселение, привестился по искушению врага плотским грехом и совершил блуд. Сознавшись за тем тяжесть греха, он отчаивался в своих помыслах и, возвратившись в монастырь, припал к ногам святого со слезами и рыданием и исповедал ему свой грех и отчаяние. Преподобный, научив его многими полезными наставлениями и убедив не отчаиваться во человеколюбии Божьем, приказал ему оставаться среди братьев в своем первоначальном послушании. Между тем, один из старцев по имени Павел, узнавший о падении брата и соболезновательном милосердии отца, роптал и на первого, и на второго. Брат он укорял за то, что насмелся совершить столь скверный поступок, нарушивший обет чистоты, а отцу говорил в лесу, что несправедливо прощать такого грешника, но ему необходимо понести многочисленные и тяжелые наказания. Тогда кроткий отец, сурово посмотревши на робчущего, сказал, «Павел, смотри, что ты делаешь, за собой наблюдай, а не братья и грехи рассматривай, ибо написано, тот, кто думает стоить, берегись, чтобы не пасть». С того времени по Божьей попущению невидимый искуситель стал уязвлять сердце Павла стрелами скверных помыслов и разжега в нем сладострастия плоть его. И Павел не имел покоя в течение трех дней и трех ночей, весь возгоревшись похотью плотского греха, так что даже стал отчаиваться в своем спасении. А что было хуже всего, так это то, что он стыдился даже открыть отцу свою борьбу. Зная духом об этом, преподобный, призвавший Павла к себе, наедине беседовал с ним о некоторых монастырских делах. Путем беседы он понемногу привлекал Павла к исповеданию плоской его страсти. Тогда Павел, упавший в ноги отцу, рассказал ему свою беду и просил у него облегчения. Преподобный, преподав Павлу наставление не осуждать согрешающего брата, отослал его в послушание его. Он был келарем. Сам же, ставший на молитву, усердно со слезами помолился о нем Богу, и в тот же час Павел освободился от страсти. Он ощутил какой-то холод, излившийся на его голову и прошедший по всему телу до самых ног, и оттого погасло в нем похотливое раздражение плоти. Другой брат по имени Марк, уроженец Лампсакии, жестоко обуревался такой же греховной плотской похотью. Придя к отцу, он исповедал перед ним свою страсть и спрашивал у него молитвенной помощи. По прошествии же нескольких дней он увидел отца в сновидении, спрашивавшего его, как ты чувствуешь себя, брат? Весьма жестоко страдаю, отче, отвечал тот. Растянись ничком по земле, сказал отец. Когда же он распростерся по земле, отец наступил своей ногой на его лядвии. Он же, поднявшись от давления ноги, почувствовал, что исцелен от страсти и с того часа имел спокойствие, не испытывая более плоского волнения. Изложивший вкратце сии немногие из многих чудеса преподобного отца нашего, совершенные им при жизни, станем повествовать о его представлении. Так как, о чем уже упоминалось раньше, к преподобному отовсюду собиралось множество братьев, то для помещения всего собора братьев явилась нужда распространить церковь. Поэтому к церковным стенам подстраивались паперти и пределы. Когда было не окончено строение одного предельного алтаря, приучилась необходимость самому отцу зайти туда и посмотреть на производившуюся работу, раньше, чем отправиться в предстоящий ему тогда путь в Константинополь. Он собирался идти к императору по делам монастырским. И так, прежде всего призвавши братьев, он предложил ей поучение блаженного Феодора Студита, присоединив полезные увещания и от своих благоголевых уст. Пояснение. Преподобный Феодор Студит еще в юных летах вступил на путь иноческой жизни, подвязаясь вначале под руководством своего дяди, преподобного Платона, защитника иконопочитания на Седьмом Вселенском Соборе. Впоследствии преподобный Феодор сделался настоятелем Студийского монастыря в Константинополе. Монастырь этот под его управлением достиг небывалой высоты. Преподобного Феодора дважды высылали из Константинополя за обличение императора Константина Багрянародного, незаконного разведшегося со своей супругой Мариейю и увеличившего тяжесть своего преступления незаконным браком с Феодотою. По возвращении ссылки в Студийский монастырь, когда вспыхнуло гонение на святые иконы, преподобный Феодор, не обращая внимания на угрозы иконобортов, открыто совершал крестные ходы. Тогда император Лев Армянин послал его в заточение, где он содержался в сырых и душных темницах, неоднократно подвергаясь жестоким побоям. При Михаиле Косноязычном святой Феодор был возвращен из заточения, но жил недолго, изнуренный заключением. Умер 67 лет в 826 году 11 ноября, когда и совершается его память. В минуту кончины святой Феодора преподобный Иларион Далматский видел сон ангелов, нисходящих с неба, и слышал голос, «Все душа Феодора, игумена Студийского, в торжестве восходит горе, и ее встречают небесные силы». Святой Феодор оставил после себя многочисленные сочинения в виде слов, оглашений, писем, канонов, стихиры, пиграм и жизнеописаний. Наиболее полное издание сочинений преподобного Феодора на русском языке предпринято редакцией журнала «Христианское чтение». Конец пояснения. Затем, затворившись в Келии, он молился в течение долгого времени. После сего он вышел из Келии, одетый в мантию, имея на голове священный куколь, клобук, блаженного отца своего Михаила Малиина, который он имел обыкновение надевать на себя только лишь по большим праздникам и во время пресечения божественных христовых тайн. И в этот день он точно совершал праздник и был светлый лицом, как ангел Божий. Захвативший за тем с собой шестерых братьев, он отправился с ними на работы. Когда они были уже наверху здания, то по неведомым судьбам Божьим провалился вверх последнего и всех уронил вниз, засыпал землей и камнями. Пятеро немедленно предали Богу свои души, а отец, кто с ним один строитель по имени Даниил, остались живыми между каменьями. Все тогда слышали голос преподобного отца, взывавшего в течение трех часов или даже больше, «Господи Иисусе Христе, помоги мне! Слава тебе, Боже!» Сбежавшиеся братья с рыданием и говором разрывали каменья и землю, какими случилось орудием, а то руками и ногами. Они откопали отца уже скончавшимся, о Господи, неповрежденного телом, только лишь правая нога его была поранена. Около же него откопали живым строителя Даниила, всего разбитого, и вынесли их оттуда. Такова была кончина преподобного отца нашего Афанасия, который, быть может, кому-либо покажется и бесчестную, ибо он скончался не на одре болезни, но пред Господом честна смерть праведного. Для угодника Божия его кончина, о которой ему было неизвестно, явилась виновницей мученического венца. Провидя он и духом, он предсказал ее за некоторое время своему ближайшему ученику Антонию. «Прошу тебя», говорил он, «совершить тот путь, который предстоит нам в монастырским надобностям в Константинополь. Мне, как кто угодно Богу, более не увидать царя земного». После своей кончины, последовавшей в тысячном или в тысячу первом году, преподобный лежал непогребенным три дня, пока не собрались отцы из всех святогорских обителей и не устроили ему почетных похорон. Честное тело его не изменилось, не отекло, не потемнело, и лицо его было, как бы лицо живого, спящего человека. Не ощущалось и обычного от мертвеца запаха. А при подобном у всех был большой плач. А когда совершали над ним похороненные песни, похоронные, то из его раны, которая была на ноге, вопреки природе, вытекала кровь. Кто когда замечал, чтобы из раны трехдневного мертвеца истекала кровь? Заметившие это, некоторые из почтенных старцев собирали кровь в полотенце и помазывались ею, как великую святыню на благословение. Так погребли честное тело преподобного отца. Тела же пяти братья, найденные между обрушившимися каменями, честно погребли раньше. Разбитый Даниил оставался живым в течение нескольких дней и со вздохом поведал о видении, которое было ему в ночь перед кончиной преподобного. Я видел, передавал Даниил, будто вот от императора явился светлый посол, который звал к нему отца. И действительно, отец, вышедший из лавры с шестью братьями, в числе которых находился и я, последовал за послом. И вот когда мы пришли к прекраснейшему царскому дворцу и приблизились к дверям, то преподобный отец с пятью братьями вошел в царскую палату, а я оставлен был наружу и весьма плакал. Изнутри услыхал тогда кого-то, говорящего мне, ты напрасно рыдаешь, человек, ты не можешь войти внутрь, если тебе не позволит отец, с которым ты пришел. Я же, услышавший это, начал сильнее рыдать и призывал отца умилительным голосом. По прошествии немногого времени отец, выйдя, взял меня за правую руку и ввел во дворец. И я сподобился видеть царя и поклонился ему. С этими словами Даниил предал душу свою в руки Божии. Воспомянем мы еще о некоторых чудесах преподобного Афанасия, случившихся уже после его представления. Вышеуказанному Антонию, постоянному ученику преподобного, привелось с некоторыми из братьев по монастырским нуждам быть в Гагарской области. Путешествуя здесь, они к вечеру встретили стерегшего овец-пастуха, который имел единственного сына, укушенного зверем и находившегося уже при смерти. Отец сильно рыдал о сыне. Увидавший проходящих мимо странствующих иноков, он упрашивал их завернуть к нему и, оказывая им гостеприимство, предложил им, что имел в пищу, хлеб и молоко, иноки удивились его добродетели, что он не оставлял страннолюбия даже и тогда, когда находился в такой печали и соболезновали ему в его горе. Среди иноков был один брат по имени Симеон, который имел при себе полотенце, омоченное кровью преподобного отца. Этим полотенцем Симеон обвязал рану ребенка и последний немедленно заснул крепким сном и проспал до утра. Там же заночевали иноки. Поутру ребенок встал здоровый, исцеленный от раны и попросил есть. Тогда все прославили Бога. В другой раз, когда один из братьев был опять послан, монастырское послушание. Ему случилось войти в дом одного христолюбца, где лежала больная женщина, в течение долгого времени страдавшая кровотечением. Муж и все домашние скорбели о ней. Узнав о причине их скорби, инок сказал, «Я имею на полотенце кровь святого Афанасия. Если желаете, то омочим окровавленное полотенце в воде, выжмем его, а воду ту пусть выпьет больная, и она будет здорова». Больная, услышавши речи инок, осталось слезно упрашивать его, чтобы он поскорее исполнил свое предложение. Тогда инок, приготовивши воду с кровью святого, подал ей. Женщина, принявши воду, сказала, «Святой Афанасий, помоги мне!» и выпила всю. Немедленно остановилось у нее кровотечение, и она стала здоровой. Опять в другой раз. Как-то инок Симеон и инок Георгий отправлены были на корабле для некоторых монастырских послушаний. Они доплыли до Певтийской пристани, где нашли одного корабельщика умирающего, уже не говорящего в течение восьми дней, оплаканного друзьями и отчаявшегося в своем выздоровлении. Они возложили на него обогренное крови святого полотенца. Больной корабельщик немедленно как бы воспрянул от сна, встал здоровым. Совершались также различные чудеса и при гробе святого, а именно изгонялись из людей нечистые духи, у приходящих с верой и помазывавшихся елеем из горящей при его гробе лампады исцелялись различные недуги. Припомним также и следующее. это случилось с добродетельным иноком Евстратием. У последнего каким-то образом повредились внутренности. Так что естественно необходимая моча вытекала у него не в виде воды, но в виде крови. Этой болезни он страдал в течение семи лет и прибегал ко многим врачам, но последние были не в состоянии ему помочь. Отказавшись от врачей, он положился на Бога, молясь о ходатайстве перед ним преподобному отцу Афанасию. Как только он прибегнул к этому подающему исцеление врачу, то и получил от него исцеление следующим образом. В сновидении ему казалось, будто он находится за трапезой и видит. На обычном игуменском месте сидел преподобный отец, а перед ним полные склянки воды и блюда винограда. Преподобный, взявший несколько виноградин, положил их в воду, которую давал Евстратию выпить, Евстратию предполагая, что это обыкновенное врачебное средство, от которого он отрекся, не пожелал принять. Тогда отец сказал ему, не бойся, выпей, и тебе это будет во здравие. Тогда Евстрати, принявший и выпив, пробудился от сновидений и с того часа почувствовал себя совершенно исцелившим от недуга. но уже благовременно закончить слово о жизни, подвигах и чудесах преподобного, изложенное сокращениями на основании книги, подробно повествующей о святом муже. Да будет дивному во святых своих Богу, проявившему свою чудесную милость и силу на преподобном Афанасии бесконечная слава и честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok